Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. У нас, смотрите, какое солнышко! Наконец-то Наташа дождалась, как всегда, поехала в обычных очках. У меня дома есть линзы, девочки. У меня даже в машине есть солнечные очки. Я не могу двое очков одевать. Мне как-то посоветовали на вот такие очки для зрения одеть очки темные. Темные. Нет, я людей увижу. Людей увижу, никого и не собью, но знаки не увижу. Палочкой гаишник не будет махать, я его не замечу, не проеду. Ой, смешно. Вот, я сейчас приехала к школе. У нас, кстати, плюс 7 на улице. Вообще красота, девочки. Сегодня понедельник. И приехала... Правда, я в теплом, в теплом своем вот этом вот банановом, как называют его мой муж, костюме. Вот. И, короче, приехала к школе уже. Но мне сына забирать рано. Поэтому я решила пойти и посмотреть в магазин... Ой, рука устает. Мне нужно какие-то подставки покупать для телефона. Вот. Я решила пойти и сходить в магазин фамилия. Когда начался вот это повышение цен, когда поднимался курс доллара и так далее и тому подобное. Вот. Я слышала и даже где-то видела какое-то видео о том, что фамилии вообще подняли там что-то не в 3-4 раза. То есть вещи, которые там стоили 1000 рублей, грубо говоря, они фамилии стали стоить там 2-3 тысячи. Вот. Но это вообще неинтересно. Магазин тогда этот просто становится неинтересным. Потому что вообще это магазин барахолка чистой воды. Потому что там не то чтобы старые коллекции, прошлогодние, там поза-поза-поза какие коллекции. Вещи иногда в плохом состоянии. Вещи иногда нужно доводить до ума. Что касается и одежды, и посуды, и всего остального. И какие-то заляпанные бывают, и все. И внимательно нужно рассматривать каждую вещичку. Потому что это могут быть и дырки, и зацепки какие-то, и, я не знаю, и сколы на посуде, например. И если они подорожали, все вот это подорожало в 2-3 раза, то это вообще неинтересно. Проще заказать на Озоне, на Вальбересе. И там, как говорится, получить новую вещь. А вот это вот то, что здесь все продается, оно на самом деле уже стояло в нескольких магазинах. То есть оно стояло в магазине как новая коллекция. Потом стояло где-то в дисконте. И потом только оно вот в фамилии. Поэтому, короче. Как-то я не очень позитивно настроена на этот магазин. Да, иду туда, но не позитивно как-то. Ну, хочу прогуляться. Вообще, я люблю этот магазин. Я люблю, потому что он такой в качестве вот именно барахолки. Там нужно поковыряться. А я 85-го года рождения. И как раз моя вот такая юность... Ой, девочки. Прошла вот в времена, когда ничего не было. Ничего не было. Были вот эти секонд-хенды, были вот эти раскладушки. Я помню, у нас мы с подружкой ходили на этих раскладушках. Ну, секонд-хенд на раскладушках. Помните, наверное, да? Вот. Ковыряться. И помню, мне подружка все время говорила, бери лопаты, пойдем порой. Пойдем покопаем или что-то такое. В общем, класс. Вот. И поэтому я люблю приходить в этот магазин. И, знаете, там, ну, ковыряться, одним словом. Там что-то поискать интересное. Просто, просто порелаксировать. Сегодня понедельник. Сегодня там скидка должна быть по карте 7%. А я взяла карту. По-моему, она на телефон там зарегистрирована. Вот. Я знаю, что у них не работали терминалы. Вот эти вот по банковским картам. Но у меня наличка есть. Так что, если что. Вот. В общем, пойдем. Возьму вас с собой. Мне, на самом деле, ничего не надо. Ну, как, надо порелаксировать просто. И все. Погода отличная. Так что, погода отличная. И я пойду гулять в торговый центр. В общем, нормально все. Ну что, погуляем по магазину «Фамилия». Очень много привезли разных книг. Ну, тут каждый раз по-разному. Разный ассортимент. Показываю здесь сразу цены. Не знаю, такие книги, на самом деле. Вот. 329 рублей. Красный ценник наклеен. Красные ценники – это у них обычно какие-то распродажи. Но в этот раз это не так. Сразу скажу, что дисконтная карта временно, как мне сказали на кассе, не работает. То есть раньше она давала по понедельникам скидку 7%. В остальные будние дни 5%. Это дополнительная скидка. И в субботу-воскресенье она не действовала. Там еще были какие-то накопительные системы. Ну, в общем, всякое такое, ну, вот, не действует. Видите, оторванные, вот так вот подковыренные, я бы так назвала, ценники – это люди смотрели, сколько стоило до повышения всех этих цен. Цены поднялись очень. Раза в два, наверное. Вот смотрите, кепка 999 рублей. Раньше, то есть это какой-то, ну, я не знаю, такой бренд. Раньше такая кепка стоила бы, ну, 500 рублей, наверное, 400, там, с хвостиком – это вот прям максимум. А здесь цена вообще 2 879 на такую, ну, это тоже называется кепи, вроде бы, да, она такая хлопковая, летняя, я бы сказала. Как вы видите, здесь ценник тоже кто-то содрал, решил посмотреть, сколько раньше это стоило. 1900, я так понимаю, 19 рублей. Вот здесь 699 кепка стоит, то есть это цены, которые раньше были в магазинах, а вот этот красный ценник, это обычно, ну, не красный такой цвет, а фуксия, это обычная распродажа. Платок 4, вообще цена, конечно, ну, так себе. Привезли очень много бокалов. Я раньше здесь покупала бокалы за очень-очень небольшие деньги, стаканы, бокалы, вот такие вот стаканчики. Ну, кстати, цена достаточно неплохая, 299 рублей. Раньше, ну, подобные вещи примерно так же и стоили, но есть цены. Я так понимаю, что они отсортировали то, что, ну, скажем так, импортного производства. Вот, например, 1039 рублей. Маленький вот такой вот кувшин на 400 мл квадратный. Раньше он стоил 599, то есть даже виден вот этот ценник, который был раньше. То есть я так понимаю, что они отсортировали на импортное производство и там российское, допустим, российско-белорусское производство. И все, что импортное, все они завысили, очень сильно завысили цену. Ну, почему так сделано, конечно, мне не совсем понятно. Но, видимо, да. Для сада-огорода много всего привезли, но я тут ничего не взяла. Не знаю, такие марки. Вот тоже 159 рублей. Мне кажется, такая огромная бутыль. Очень даже, очень даже неплохая цена, на мой взгляд. Вот. Потом, ну, тут всякое, видите, для сада-огорода. В общем, куча всего. Я извиняюсь тут на заднем плане. Бонус ко мне пришла. Помогает мне озвучивать бонус. Вот такая лампочка мне тоже понравилась, прикольная. Но цена, конечно... Да, раньше таких цен фамилии не было. Здесь всегда было все такое достаточно бюджетное. Ну, были какие-то позиции, которые достаточно дорогие были, были не очень. В общем, цены были абсолютно разные. Но вот сейчас я смотрю, что не возьмешь все что-то в районе тысячи. Вот такие, кстати, штучки мне очень нравятся. 599 рублей. В них обычно делают, знаете, там какие-то маленькие такие кактусы, там мох какой-то. Ну, такие композиции делают. Очень красивые такие декоративные вазы. Я наподобие, ну, в таких вазочках, вот в цветочных магазинах часто продаются такие подарочные композиции. Очень красиво вот такая. Вот смотрите тоже. Ну, это надо, это надо уметь, это надо составлять. Я не знаю, у меня идей не было никаких. Вот такое блюдо тоже, там что-то 579 рублей. Ну, не знаю, насколько сильно уж это блюдо поднялось в цене. Тоже тут сложно так прямо вот сориентироваться по ценам, потому что здесь всегда все что-то вот новенькое. Вот такой чайник, кстати, мне очень понравился. Но он хорош был бы с чашечками, да, сразу с такими. То есть такой набор. Ну, просто чайник тоже неплохо, но такой мне понравился вон очень, кстати. Вот. Ну, и кружечки. Кружек мало бывает. Иногда заходишь, прям такой завоз всяких разных кружек разного размера. Тоже 359. Обычно кружки стоили рублей по 200. Вот такие бокалы. 349 рублей. Раньше они стоили. Я их видела в магазине фамилии. Это идет после Нового года, наверное. Наверное, они стоили что-то там 190 или 170 рублей, что-то в этом духе. Вот. Ну, всякие тарелки, как вы видите, здесь не собрать. Вот, кстати, вот эта тарелка мне очень понравилась. 519 рублей. Ну, если, то есть, набирать там 6 тарелочек, например. Ну, да, цена такая выходит неплохая. Но очень красивые тарелки, да. Не знаю. Но, может быть, если бы еще была скидка 7%, я бы вернулась бы за ними. Их там как раз вроде бы было 4 или 6 штучек. Очень красивые. Можно даже разного такого орнамента набрать. Но, как вы видите, все тарелки в разном бой. То есть, вы сервис здесь не соберете. Это точно. Даже если будете очень стараться. Вот, кстати, смотрите, нашла вот такую тарелку. Тарелка прикольная. Вот эта точка, это просто точка. То есть, это брак в окрашивании. 39 рублей стоит. А знаете почему? Потому что все вот это покрытие, вот видите, оно все поцарапано. Не знаю. Возможно, кто-то берет, знаете, на какое-нибудь декорирование, там, декупаж. Я не знаю, как это называется. Или, знаете, когда из осколков делают, из осколочков там всяких делают, типа мозаики. Собирают, кстати, вот это красиво. Тоже тарелка 219 рублей. Вот. Возможно, и можно такую посуду взять. Но для пользования уже все исцарапано. Ну, ладно, брак в краске. Ну, исцарапанную тоже не очень. 989 рублей вот такие вот. Ну, были подобные горшочки. И они примерно столько же и стоили. Ну, может быть, просто размер был больше. А вот эти вот плошечки, как я их называю, они подорожали. Они раньше стоили по 300, по 400 рублей. Ну, решила пойти посмотреть одежду. Что в основном я здесь приобретаю одежду для дома. Но бывают и какие-то очень хорошие находки. Вот смотрите, дырка. Да. И стоит 1439 рублей. Вот об этом я и говорила. Что нужно вот прям все хорошо обсматривать. Пожалуйста, платье. 200 там с копеечкой. Да. Вот. То есть хорошо нужно смотреть, чтобы не было дырок, затяжек, зацепок каких-то и так далее. Это что касается одежды. Вот марка Only. 1629 рублей. Я вообще думала, что это такой комбинезон. Сейчас к нему вернусь. Это, оказывается, брюки. То есть брюки и вот такие вот шнурочки. Как типа комбинезона такого. Но как-то обыграть хорошо можно. Вот тоже платье такое. Ну, такую расцветку я люблю. 2039 рублей. Остин. Ну, здравствуйте. То есть обычно марка Остин. Здесь была представлена вот какие-то платья такие хорошие. До 1000 рублей. Вот 1100. Правда, 50 размер тоже платье такое голубенькое. Здесь обычно размеры вперемешку. То есть нужно искать. Вот, пожалуйста, 119 рублей платье. Но оно такое все вытянутое. Хорошо можно дома его. Но я даже не стала мерить. Оно такое, видите, полупрозрачное, вытянутое такое немножко. Коротенькое. А вот это платье мне, кстати, напомнило, знаете, Ивановский трикотаж. Здесь 60 размер. Но 1800 стоит. Но мне кажется, это не 60. Мне кажется, это меньше. Также такое хлопковое. Ну, хлопок, синтетика, может быть, что-то такое. Вот, опять тоже 2000. Хотя это розовый ценник. Вот такой, ну, как бы красный, да. То есть это обычно должно быть вообще там небольшая цена. Здесь же опять же онли. То есть, ну, цена не соответствует, ну, скажем так, качеству, брендам, может быть. Вот 719 рублей платье. 46 размер. Я, кстати, его мерила. Оно очень-очень тоненькое. Это марка Твое. Оно очень-очень тоненькое. Я была без белья верха. Поэтому я примерку уже не стала показывать. Честно, постеснялась как-то. Вот такое желтенькое платье. Оно стоило тоже 500... 539 рублей. Тоже 46 размер, но оно какое-то очень огромное. Так, ну что, приехала я домой. Давайте покажу вам, что приобрела. Сейчас, подождите, свет включу. То, что у нас пасмурно стало. Так, со светом лучше не стало. Джусенька моя идет. Так, во-первых, сыночку своему это на физкультуру. Я купила вот такую белую футболку. У них положено в садике физкультура. Черный шорт или штаны и белая футболка. Я ему покупала белую с голубым кармашком. У них завтра какие-то там соревнования. И нужно чисто белую без синего кармашка. Короче, ладно. Я купила, правда, на 146. Вот, но не знаю. Может быть, длинненькая ему будет. Хотя так прикинула. Вроде нормально. 299 рублей она стоила. Вот, в общем, вот такая. Так, тут Джуси сейчас по ней походит. Вот, так. И купила, немножко набрала девочки косметики. Во-первых, вот эти вот Бора Плюс, но все про них знают. На них была еще от этой цены скидка 10%. То есть не 159, а получается, ну, поменьше, да. Вот, они мне очень нравятся, кстати, вот эти кремушки. Они прикольные. Они как рано заживляющие. Ну, все, наверное, про них знают. Это же, что там, по-моему, Индия, да, производство. Если я не помню, не ошибаюсь, точнее, да. Вот. По-моему, Индия, да. Ну, в общем, девочки, не суть важно. Все знают про эти кремушки. По такой цене, мне кажется, очень-очень классно. Вот эти Бора Плюс. Они действительно как рано заживляющие. Очень классные. Вот. Так что он, особенно для сухой кожи. Сейчас, тем более, огород. Поэтому у меня крема для рук будет уходить вообще. Также я купила, давайте сразу покажу, вот эти масочки. Очень, кстати, получается выгодно. 299 рублей. Опять же, изначальная цена неизвестна, какая была, да. 4 маски. Это Корея. Корейские маски. Вот. С экстрактом слизи улитки. Вот. Упругость и омолаживает. Ну, в общем, маски и тряпочки отлично. И вот это, это российские. Я сейчас решила пробовать все. Все, что у нас сейчас еще на рынке есть. В общем, буду пробовать. Это российское производство. 229 рублей. Тоже 4 масочки получается. Ну, как раз, вот по 4 штучки, это как раз понять вообще, как какая-то освежающая маракуйя и рукава. Ну, в общем, ладно, попробуем, да. Вот. Хорошие, нехорошие, не знаю. Но я не знаю, где вот эту марку приобретать. Есть ли они фамилии, не знаю. Слушайте, и увидела там в косметике. Вообще много косметики завезли. Вот всякой-всякой разной в магазин фамилия. Вот. Увидела там вот такой, смотрите, шампунь. Правда, разные линейки. Видите, здесь шампунь для жирной и склонной к жирности. Ну, что-то делись. Хульганчик. Мамочки, уезжала. Одна была одинока. Без мамочки, да. Шлялась непонятно где. Полутра, да. Беднюшечку. Вот. В общем, это для нормальных и склонных к жирности волос. Шампунь. И вот это, это бальзам. Укрепляющий бальзам. Эликсир для всех типов волос. Сила, объем и густота. Мне объем не нужен. А вот, ну, густота. Ну, густота можно, конечно. А вот сила, сила и было бы хорошо. Видите, экстракт финика, граната на масле черного тмина. Это российское производство. Вот здесь вот на бирочке написано. Сейчас вам покажу. Смотрите. Косметика. Тра-та-та-та-та. По технологии халяль. Получивший сертификат от Духовного управления мусульман. Центр халяль надзор. Вот так вот. Но это российское производство. Так что, будем пробовать. Попробуем. Чем-то мне напомнила этот, Натура Сибирика и все остальные. Где они, кстати, сейчас? Что-то я их не вижу уже. Сама давно ничего такого не покупала. Ну, что ли? Такая несчастная у меня. Ушко у тебя. Жагнулась. Моя девочка такая хорошенькая. Развалилась тут. Тут, мой сладенький. Тут, мамочка, где-то была непонятно где. Скажи, я тут была одна денешенька. Одно денешенька. Бедняжечка. Бедняжечка. Чемошечка. Так что, вот такие вот у меня были покупки. Совсем немножко. А вообще, все, что говорили про фамилию, оказалось правдой. Как я вам там показала, да, что ценники переклеены. Ну, и, соответственно, да. Вот. Но я могу сказать, что если останутся, там были платья и по 4 тысячи, и по 2 тысячи, и по 3 тысячи. Я там в основном покупала что-то для дома, хотя и не только. Но сам факт, вот таких повышений, то есть почти в два раза некоторые цены там повысились, да. Ну, как бы, понимаете, это магазин outlet outlet. То есть это не то, что там прошлогодние коллекции. Это вообще непонятно, какие коллекции там. Какого года вообще непонятно. И покупать там вещи, то есть их нужно, если вы берете там кофточку, футболочку там или нижнее белье. То есть его нужно все просматривать, потому что там могут быть пятна, которые не отстираются. Там могут быть дырки и так далее. И платить вот такую стоимость за такие вещи. Ну, такое себе. По мне, так лучше василек заказать. Или, например, на том же Вальберес или Озония. Там посмотрела, там можно недорогую одежду найти. Ну, можно разную найти, конечно же, да. Ну, в общем, вы понимаете, что это уже такое... Ну, не совсем интересен уже становится этот магазин в плане цен. Потому что раньше я покупала там и по 200 рублей, и по 150 рублей платья. Я их носила дома. И, ну, там по 300, по 400, по 500 хорошие платьишки были. И футболочки там по 200-300 рублей. А сейчас все по 1000. Ну, как бы несерьезно. Еще они там, я увидела, снимали просто с... Ну, вот этого, да, с этой вешалки полностью снимали. Там вот как раз брюки увозили. А с другой стороны девушка навешивала уже не с красными вот этими ценниками, да, а с белыми. То есть уже с полностью перепечатанными, чтобы люди... Потому что очень многие ценники вот так вот люди отдирают. И смотрят, какая была предыдущая цена. Вот. И чтобы, видимо, такого не было, они решили переклеить вообще все-все-все ценники. Там, опять же, футболки, шорты для мужчин, например, есть, которые можно так для дома, да, например, приобрести. И раньше там футболочку спокойно можно было за 200-300-400 рублей. Очень хорошего качества купить там мужчинам, например. То есть сейчас я там посмотрела 1200, полторы, 2000 обычные футболки. Но это несерьезно. Я за такую же стоимость закажу на Ламоде по скидкам, закажу на Вальберисе по скидкам. И мне привезут чистенькое, новенькое в пакетике без дырок и всего остального. Ну, как бы, короче, фамилия магазин уже теперь, наверное, не очень любимый мой. Хотя, может быть, они изменят свою политику. Как-то по-другому все будет. Ну, посмотрим. Вот. В общем, давайте на сегодня я уже буду с вами прощаться. Все равно сегодня больше ничего не планирую делать. Сейчас пойду с девчонками гулять. Младшего заберу с садика. Да и все. На сегодня. Вот. Так что на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Всех люблю, целую. До новых встреч.